Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ новости. О главных событиях Ленинского городского округа вам расскажу я, Олеся Попова. Итак, смотрите сегодня. Подготовку к акции «Лес Победы» обсудили в микрорайоне Купеленко. Эта акция предусматривает отдать дань памяти нашим дедам, нашим прадедам. Видновская детская поликлиника вошла в региональную программу стажировок и наставничества. Здесь у нас есть много проектов, которые мы уже реализовали, и есть чем поделиться с нашими молодыми коллегами, специалистами. Выставка ярбарка «Добрый свет» открылась в Центре социального обслуживания «Вера». Работа для души. Вот сидишь вечером дома, и вот делаешь, и каждый цветочек тебя это радует. Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин провел выездное совещание в микрорайоне Купеленко. Тема встречи – подготовка к проведению экологической акции «Лес Победы». Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Ленинский городской округ в субботу 30 апреля присоединится к областной акции «Лес Победы». Экологическое мероприятие пройдет на 37 площадках муниципалитета. Центральным участком для посадки деревьев и кустарников станет набережная реки Купеленко. Именно здесь было принято решение организовать выездное совещание по вопросам проведения акции. Данная площадка – это центральная площадка. Мы уже не первый год здесь наводим благоустройство и планируем здесь сделать очень прекрасную, красивую набережную на берегу реки для того, чтобы был прекрасный отдых. Здесь мы планируем высадить около 470 насаждений и примут здесь около 500 человек народу. То есть это будет красивый праздник с традиционной кухней, с традиционными песнями, отдыхом, гуляниями. Всего в рамках акции на придомовых территориях в парках и скверах округа будет высажено более полутора тысяч саженцев березы, ивы, сосен, спиреи, жасмина, липы и рябины. Планируется, что в мероприятии примут участие около трех тысяч человек. Эта акция предусматривает отдать дань памяти нашим дедам, нашим прадедам, которые отдали свою жизнь за наше счастье, за светлое небо на нашей головой. Выбираются соответствующие площадки на территории округа, которые озеленяем. В этом году у нас 37 таких площадок предусмотрены к озеленению. Все эти площадки были согласованы с жителями микрорайонов, где они хотят видеть озеленение очередное, и, собственно говоря, какие деревья они хотят видеть. Напомним, что акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждую весну с 2013 года и посвящена участникам Великой Отечественной войны. Адреса площадок можно узнать на сайте администрации Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Подготовка к лету в Ленинском городском округе идет полным ходом. На этой неделе началась высадка цветов в городские клумбы. К кинотеатру «Искра» и на Аллею Славы уже привезли более 14 тысяч разноцветных кустиков виолы. В ближайшее время растения украсит не только город Видное, но и Молоково, Булатниково, Бутово, Развилку и горки Ленинские. В начале мая на вертикальных стойках появятся подвесные кашпо с цветами. А к концу весны, когда виолы и тюльпаны отцветут, их заменят на бегонии, петунии, георгины, гвоздики и другие летние растения. Рабочая встреча, посвященная пилотному проекту стажировок и наставничества, прошла в детской поликлинике города Видное. В ней приняли участие врачи-педиатры и сотрудники научно-исследовательского клинического института детства. Встреча медиков состоялась в рамках проекта «Наш участковый врач», который разработан Министерством здравоохранения области. Основная задача – улучшить условия труда педиатров и терапевтов, увеличить число участковых и закрепить в профессии молодых специалистов. В программу стажировок и наставничества вошли 10 поликлиник Московской области. Это организуется для врачей-педиатров на первом этапе для участковых врачей-педиатров Московской области, всего региона. Стажироваться будут врачи-педиатры, которые будут приезжать в эти самые 10 поликлиник. Лечебные учреждения для участия в программе стажировок и наставничества отбирались по жестким критериям. Среди них как транспортная доступность, так и внедрение новых технологий. Таким образом и детская видновская поликлиника вошла в программу. Здесь у нас есть много проектов, которые мы уже реализовали, и есть чем поделиться с нашими молодыми коллегами-специалистами. Эту работу именно по наставничеству и стажировке с молодыми специалистами мы уже у себя в районе начали давным-давно. Планируется, что в программе стажировок и наставничества будут задействованы порядка 300 молодых специалистов. Рейд по работе с нарушителями прошел на станции Калинина. Сотрудники административно-пассажирской инспекции и муниципальной администрации раздали листовки пассажирам электричек и провели беседы с теми, кто пренебрегает правилами безопасности на железной дороге. Что вас побудило? Что вас побудило пройти на трассу и обозначить? Вот вы тоже один человек 12 апреля опаздывал тоже вашего возраста, и вот било нас. Пассажиры зачастую перебегают дорогу в неположенном месте или переходят пути на красный сигнал светофора. Штраф минимальный 100 рублей. Поэтому правоохранители подчеркивают важность профилактической работы. Напомню, 12 апреля на станции Калинина Аэроэкспресс сбил насмерть 17-летнего подростка. У нас уже за этот год третий случай, два случая предыдущих произошло на станции Расторгуева. За прошлый год у нас, в нашем округе, произошло 8 смертельных случаев на железнодорожной инфраструктуре. Сотрудники Управления внутренних дел России по Ленинскому городскому округу встретились с учениками Видновского художественно-технического лицея, чтобы рассказать им о правилах безопасного использования социальных сетей. По словам правоохранителей, в последнее время несовершеннолетних все чаще пытаются вовлечь в противоправную деятельность. На мой взгляд, именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивно-экстремистским действиям. Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизма исключительно силами правоохранительных органов невозможно. Эта задача требует целого комплекса организационных, правовых, профилактических, воспитательных мероприятий и совершенствования взаимодействия государственных органов и общественных организаций в этом вопросе. Поэтому к встрече и присоединились члены Общественного совета при УМВД. Представитель организации, адвокат Вячеслав Краснонос, рассказал ребятам, что противоправные действия в интернете могут привести даже к лишению свободы. Необходимо быть осторожнее при размещении публикаций и общении в социальных сетях. На мой взгляд, мероприятие удалось. Ребятам было интересно слушать. И по окончанию нашего выступления ребятам были заданы вопросы, на которые, соответственно, мы дали ответы в полном объеме. Такие профилактические мероприятия сотрудники полиции и представители Общественного совета проводят регулярно. И в рамках акции «Ввой выбор» планируют посетить все школы Ленинского городского округа. Акварель и акрил, алмазная мозаика и квилинг вышивка в картинах и предметах декора, живопись с шерстью и вязание. В Центре социального обслуживания «Вера» открылась традиционная выставка-ярмарка «Добрый свет». «Добрый свет» – это ставшая уже традиционной выставкой ярмарка творческих работ подопечных Центром социального обслуживания «Вера». Обычно мероприятия проходят дважды в год, и каждый раз организаторам и участникам есть чем удивить даже искушенного посетителя. Сегодняшняя наша выставка приурочена к празднованию Светлой Пасхи. Очень много работ посвящено именно этому светлому празднику. Я очень рада видеть вас в нашем Центре. Пожалуйста, наслаждайтесь, покупайте изделия, предлагайте свои. Вышивка, батик, живопись, алмазная мозаика и квилинг, картины из шерсти и вязания – чего тут только нет. Мне очень нравится алмазная живопись. Вот эту картину – это моя первая картина. Как ни странно, все стараются с маленьких картин начинать, а у меня вот первая картина получилась вот такая большая. Ну и хватило и силы, и терпения. И вот до сих пор я ею наслаждаюсь, получаю релакс. И черепашка, которая игольница. А это мышка, просто вот как раз, когда был, вот мышки, такая вот связалась. Всего на этот раз на выставке рукодельницы представили более 250 работ. Творчество, оно объединяет людей, потому что наши люди, с кем мы работаем, да, люди старшего поколения, они же очень нуждаются, на самом деле, в общении, да. И вот эта вот выставка, она и сделана для того, чтобы они могли встретиться, чтобы они могли обсудить свои работы, поделиться техниками, да, какими-то своими умениями. Ведь они же все мастерицы. Я всегда восхищаюсь этой работой. Здесь кружки и для детей, и для взрослых. И начиная от йоги, пожалуйста, по душе, каждый может найти здесь себе увлечение. Многие из представленных работ, как и увлечения их авторов, появились благодаря Центру социального обслуживания «Вера». Татьяна Алексеевна Лошадкина, к примеру, открыла для себя квилинг именно здесь, на занятиях клуба «Активное долголетие» всего несколько месяцев назад. Работа для души. Вот сидишь вечером дома, и вот делаешь, и каждый цветочек тебя это радует. Благодаря какой-то вот Центру «Веры» я вот за такой короткий срок научилась вот так вот работать делать. На выставке можно было не только полюбоваться творчеством, но и купить понравившиеся изделия. Я рада, конечно, но я не ожидала, я не думала, что кто-то будет покупать или что. Приятно? Конечно, конечно, тем более девочка такая красивая, молодая. Также гости Центра социального обслуживания «Вера» могли поучаствовать в мастер-классах по изделиям из фольги и сделать небольшую открытку в акварельной технике. Ну а выставка-ярмарка будет работать еще два дня, до 28 апреля включительно. Спешите прикоснуться к прекрасному и, может быть, даже унести его частицу с собой. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Пусть дождь не испортит вам весеннее настроение. На этом наш выпуск подошел к концу. Делитесь своими новостями с нами и со всем городом. Подписывайтесь на социальные сети телеканала Видное ТВ. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин